Привет, с вами DarkX и сегодняшний ролик будет посвящен игре Mortal Kombat Mobile. Я посмотрел, больше всего просмотров набирают видосы по Mortal Kombat, но я решил снять Mortal Kombat Mobile. Есть несколько хороших новостей и самое главное это открывается охота на классического рептилию. Это алмазный персонаж и сейчас подробно расскажу. Заходим в режим заданий. Классического рептилию можно получить, собирая так называемые глаза. Вот они в правом, в левом верхнем углу, но у меня собрано на данный момент 3 глаза из 100. Рептилий у меня нет, это наверное для первого слияния, нужно 100 глаз собрать. Получить их можно, выполняя задания, которые мы ставим всегда на души. Вот например, задание на 4 часа смотрим. 12% славы, 12 душ, 210 монет и 5 глаз. Я поставил 3 задания на час. Всегда фармлю имя души, думал их глаза буду фармить. Извиняюсь, оговорился. И вот, выполнил я 3 этих задания, души собрал. Вот, получил только 3 глаза из одного задания, а с остальных глаза не пришли. Думаю, мои задания завершатся. И я поставлю 3 задания на день. Пофармить много душ и много глаз, быстрее их собрать. Испытание это само продлится 6 дней. Вот, на этой луне, земле, что это? Видно надпись 6 дней. То есть, у вас есть 6 дней, чтобы получить алмазку. Ну и подфармить так хорошо душ. Советую все-таки ставить задание на 1 день. Я себе тоже поставлю. А также хочу сказать, что эти глаза вы будете получать не так, как написано. Например, написано 3 глаза, вы получите 3 глаза. Может, вы получите 1 или 2. А может, вы вообще их не получите из этого задания. Сейчас покажу, как выглядят классические рептилии. Быстро пролистать. Вот и он. Это, как я уже говорил, алмазный персонаж. Классические рептилии. Внешний мир. Пассивка, чистый токсин. Всякий раз, когда противники меняются, они с вероятностью 60% могут быть отравлены. Даже если рептилия вне боя или побежден. Все персонажи из внешнего мира в отряде имеют 60% шанс критического удара против отравленных врагов и иммунитет к отравлению. Пассивка неплохая, довольно. Второй спецприем, высокий урон плюс яд. Первый спецприем, средний урон плюс яд. И рентген, огромный урон плюс восстановление. Ну и спецприемы неплохие. Яд это, как бы, длительный урон. Я думаю, неплохой персонаж. Тем более, вы его получите не открывая паки и тратя огромное количество душ. А просто вы фармите себе души за задание и забираете алмазку. Также, возможно, когда вы соберете все эти 100 глаз, вы не просто получите рептилию, а у вас появится шанс бросить ему вызов. То есть, его нужно будет победить, чтобы получить. Раньше так было, когда в прошлый раз появлялась эта охота за рептилией. Не знаю, в этом году надо будет его еще победить. Либо просто собрать эти глаза. Ну и еще вторая новость. В игре появляется новый алмазный персонаж. А именно, черный дракон Тремор. Это будет третий персонаж в команде Черный Дракон. То есть, у нас есть уже Черный Дракон Кабал, Черный Дракон Кана. И они добавят Черный Дракон Тремор. В игре на данный момент есть один Тремор, и это золотой. Я думаю, как они добавят алмазку. Возьмут этого золотого Тремора. Что-то ему там улучшат. Еще поменяют, может, спецприем. Внешний вид там изменят вообще, наверное, чуть-чуть. Вот золотой Тремор у меня есть. Но я им редко играю. Так поиграл чуть-чуть и все. Он у меня слабо прокачан. Всего 5400. Прокачал там два спецприема. Карточек купил на 15% поддержки. Он у меня первого слияния. Я его давно не выбивал. И не хочу. Мне помазок получить. Золотых уже полно. Ну, из алмазок только круга тени люкан. Так что, пытайтесь пройти на рептилию. Я думаю, ничего трудного не будет. Ставьте задание. Душно фармите. Рептилию возьмете. Пишите свое мнение в комментариях по поводу ролика. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Ссылка на мою группу ВК и на мой инстаграм в описании. С вами был DarkX. Всем пока!